Многокилометровые пробки ведут к границе Армении. Дорогу заполонили машины, автобусы и даже грузовики с людьми, бегущими из Нагорного Карабаха. Это армянская земля. Сегодня мы здесь бездомные. По данным правительства Армении, с прошлой недели Нагорный Карабах уже покинуло 47 тысяч армян. Несмотря на заверения Азербайджана, что их безопасности ничто не угрожает. Я не верю, что для армян безопасно оставаться в Карабахе или любой другой части Азербайджана. С 19 сентября контроль перешел в руки Азербайджана. Российские миротворцы ничего не делают. Сами армяне не доверяют азербайджанцам, с которыми они были в состоянии конфликта 30 лет. Поэтому они отчаянно пытаются покинуть страну, чтобы спастись. И цель Азербайджана, в общем-то, избавиться от этих армян, потому что они неудобны азербайджанскому режиму. Одновременно, несмотря на участие российских миротворцев и врачей в эвакуации армян, эксперты указывают на бездействие России в критический для Нагорного Карабаха момент. Это вызывает недоумение, ведь Армения традиционно была основным союзником России в этом регионе. Они предали своего главного союзника на постсоветском пространстве. По крайней мере, так это чувствуют в Армении. В Армении по-прежнему есть российская база, но армяне очень недовольны и разочарованы. Вероятно, у Путина была личная неприязнь в отношении демократически избранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Мы в ситуации, когда автократический Азербайджан выиграл быструю войну против демократического государства. Азербайджан ловко играет между Западом и Россией, говоря обеим сторонам, что если вы меня не поддержите, то я буду иметь дело с другой стороной. То, что произошло на прошлой неделе, показывает решительный поворот в сторону России. Запад и в том числе Германия говорили – не делайте это, не начинайте военную операцию. Президент Азербайджана, казалось, заверял их, что этого не произойдет, и вдруг случилась эта операция. Российские миротворцы отступили, и это был очень четкий знак – Россия поддержала Азербайджан. Тем временем, президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган, встретившийся в минувший понедельник с президентом Азербайджана, активно продвигает идею Зангизурского коридора. Напомним, что этот проект транспортного коридора, который должен соединить Азербайджан и его эксклав на территории Армении – Нахичевань. По задумке, коридор должен пройти по территории Армении. Турция не отступится от своего долга обеспечить прочный мир в регионе. Мы должны как можно скорее создать Зангизурский коридор и связать дружественный нам братский Азербайджан с Нахичеванью. Для Турции Зангизурский коридор обеспечит удобный сухопутный выход Каспийскому морю и Центральной Азии. По словам Эрдогана, партнером проекта также выступит Иран. Проект Зангизурского коридора вызвал резкую критику в Армении. Министр иностранных дел Арарат Мирзаян заявил, что навязывание Армении коридора, который пройдет по ее собственной территории, но не будет ею контролироваться, неприемлемо. А пока в Армении продолжают встречать прибывших из Карабаха. Для многих семей это значит, что они наконец смогут обнять своих близких. По утверждению армянских СМИ, после установления контроля над Карабахом на минувшей неделе, Баку составил список представителей Нагорно-Карабахской республики, которых требует выдать. Рубен Варданян стал первым известным задержанным. О значении задержания Варданяна поговорим с экспертом Центра Карнеги Кириллом Кривошеевым. Мы сейчас на прямой связи со студией. Добрый вечер. Добрый вечер. А скажите, кому и какой сигнал азербайджанские власти посылают задержанием бывшего госминистра самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики? Я думаю, что элитам. Элитам этой же республики, которые еще остаются, потому что Варданян стал первым. И на самом деле на его примере мы видим правила игры, которые навязывает Азербайджан. Армяне опасались, что задерживать будут очень многих, кто просто держал в руках оружие в ходе войны, например, кто служил даже срочную службу в армии, но на его срок службы не выпало обострений. А это практически все мужчины. Все мужчины в регионе. Но мы видели, что пересекло границу 50 тысяч человек, даже больше. Задержали одного или по другим данным двух. Виталий Баласанян еще по данным СМИ тоже может быть задержан. Но это, скажем так, это ВИПы. Это элита республики, которая действительно очень заметна. Это первая десятка. Видимо, остальные Азербайджану не так нужны. Но вот над этими людьми он хочет совершить показательный суд. Тем более, что Варданян очень не нравился Баку еще с прошлого года, как только он приехал. В Баку открыто намекали, что Варданян агент Москвы, с чем лично я всегда спорил. Но, тем не менее, считалось, что он дестабилизирует регион и должен уехать. Ему много раз давали такие сигналы, он отказывался. И вот теперь, видимо, он окажется в тюрьме. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что ему может грозить суд. А что именно ему могут вменить в вину и, соответственно, потом, что может ему угрожать? Я не знаю, какие статьи ему найдет азербайджанская прокуратура, но я думаю, это может быть целый пакет. Финансирование терроризма. Потому что, если НКР – это террористы, то он явно участвовал в финансировании их проектов. Просто призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана было, было. Дальше призывы к введению войны. Потому что он говорил, что Пашинян должен начать войну против азербайджанов в тот самый день, когда была эта операция. Он осудил премьера Армении за то, что он этого не сделал. Ну, там целый пакет тяжких статей. Думаю, в совокупности до конца его дней, в общем-то, может хватить. Вопрос здесь, будет ли это так, или здесь будет какая-то другая схема с политическим обменом. Тут надо смотреть. Все-таки это действительно не самый обычный заключенный. Кирилл, еще недавно у Варданяна было гражданство России. Как вы считаете, как будет действовать Кремль в этой ситуации? Вот сегодня Дмитрий Песков дал понять, что вопрос защищать ли Варданяна якобы зависит от того, есть ли у бизнесмена российское гражданство? Я думаю, что Россия, как государство, подойдет к этому вопросу очень формально. Вопрос сейчас отправят на проверку, что, в общем-то, смешно, потому что на официальном сайте с документами, подписанными Путиным, там есть указ о лишении Варданяна гражданства. Здесь нет сомнений. Но Песков как будто сделал вид, что не в курсе. Но сейчас проверят этот факт, скажут, что да, мы не будем ему помогать, потому что он не гражданин России. Но, вероятно, за него будут заступаться другие видные люди, такие как Маргарита Симонян, которая уже написала в его защиту пост Тина Кандалаки. Немало людей в Москве, которые его знали. Я уверен, что, как минимум, адвокаты ему в Баку найдут общими усилиями.